Субтитры делал DimaTorzok Обе команды готовы Очень быстро Перемещаются Дикей Очень сильно хотят ФБ Но в свою очередь Приблизительно понимают ситуацию ЛГД И никто не отдается здесь Виномайсер конечно если бы чуть дольше ходил Мог бы получить в лицо Но проперло ему немножко стаймингом Итак по героям, по исполнителям ЛГД Играет на Бестмастере Капитан команды Ксяо Эйд, Шторм, Соло Мид Ликантроп, Силар, Виномайсер Диди Инвокер Яо Команда ДК Бернин Непревзойденный и страшнейший Бернин играет Морфом На Лишраке Лонг Диди Зиппоу На Шадоу Демоне На Квапе Ротк И Юэйру Он же Супер На Бремастере Хардлайн И что, неужели будут пытаться забрать С первой попытки Ксяо Ксяо Это Ферстблат На Ксяо Немножко я Не понял Как там синициировали Таким образом Килл Что вот этот вот Парень Ксяо Так тупо взял И отдался Но Это Ферстблат За Дикей В Миде Три Героя Команды ДК Просто взяли Убили Шторма Ну а здесь Все так же Здесь вот Война Вардов Не дают друг другу Ставить Вообще Пулить Крип Вообще Не дают друг другу Фармить Крипов И вот Самое интересное Как на первом лавле Собирается расправиться Силар с этими Чуваками Я не знаю Но у него это не получится Вот в чем прикол Я думаю он знает Чем он занимается По крайней мере Очень надеюсь Потому что сам я лично Много играл на Ликантропе Понимаю что эти парни Разбивают кабину Просто таки на ура Ну что На топе Бестмастер против Квапы Будут стоять Соло на соло Такой вот Чисто тупо Красный флаг У ДК В свою же очередь Немножко другой Но так же Красный флаг У ЛГД На миде Номинально Морф против Шторма Но там вот Был ганг Мы видели В лесу У нас Ликантроп Вот эти два парня Ищут этого самого Ликантропа Они конечно Офигевают с наглости Ликана И не могут даже Представить что он Находится именно здесь Но вот сейчас Может быть его увидят И убьют Боже что это Не привыкли к пингу Парни Или никакого Инициативы Никакой попытки Этого Самого Ликана Спрятать Найти Просто стоять на холде Думая что-то обсуждают Ну а здесь Инвокер против Брюмастера Виномастер Слоняется По Своим лесам И опять Могли бы быть Здесь проблемы У Ксяо Если бы Не имел он Хосту С первых минут игры Очень агрессивная А главное Четко действует Шадоу Демон С Лишарком На пару Такая себе Роминг Дабла Соответственно Благодаря Ее наличию В игре Дикей Образовывается Три соло лайна Вот так вот Можно сказать Так что здесь Ну ботла Я думаю летит Да Квапи летит Ботл на топ Довольно четкий Быстро И будем смотреть На сумасшедших Ребят Из Поднебесной На что они способны Ну вот здесь У кого-то проблемы Назревает Да Я вот сейчас Будет отъезжать Инвокер Инвокер Нет Лол Инвокер Успел Таки Все таки Уйти Я знаю Гост волк Я не поверил В это Потому что Казалось бы Такой сумасшедший Проказ Но опять же Поймем мы На минуточку Что первая левела Ну вот Не считая ШД Он буквально Недавно Получил второй Этот свой Левел Если бы Если бы Хоть каким-то Образом У Личрака Были диаболики Можно было бы Конечно Куда-то гнаться И что-то делать Но вот Виномайстер Доигрался И вот здесь Уже Виномайстер Никаким образом Не выживает И браво Второй килл В копилку Команды ДК Очень хорошо Начинают Ребята Ну в свою очередь Переведем Свой взор На мид Где Таких Два Монстра Гиганта Сражаются Бернинг И Ксяо Эйдс Два Номинальных Капитана Двух Возможно Сильнейших В мире Команд Из Китая Ну конечно Не считая Иджи Они тоже Жесткие Очень Еще раз Напомню На турнире Пять Китайских Команд И Ехом Вместе С Тонгфу На нижних Двух Позициях Эти сумасшедшие Парни И понятно Что такие Команды Как LGD Дикей И IG Делят Три верхние Строчки То есть Фактически У меня Волосы Дыбом Просто Стоят Понимая На что Способны Эти Машины Для убийства И То что На прошлый турнир Они не были Совсем готовы Точнее Были не совсем Готовы Не все Большинство Китайских Команд И Может быть Кто-то Не верил В эти Миллионы Или Я не знаю Что там Было Но Сейчас Абсолютно Супер Мотивированные Супер Натренированные Ребята Из Китая Приехали Их Прям Выпустили Из вагона Развязали Им глаза И Вот Они так Играют Судя по результатам Что лучше Дату Вообще Не играть Как бы Там ни Было Я вам Так Скажу То что Мы Видим Это Видишь Не часто И Верите Вы Не Верите Но LGD Против ДК Во вторую Доту Играют Первый В истории Официальный Матч До этого Матчей Официальных Во вторую Доту Между этими Составами Не было Несомненно Я уверен Тренировались Они между Собой Очень Много Потому что Все китайские Команды Тренируются Между Собой Кроме Ихомы Посмотрите У Ксяу Опять Проблема На Меде Волками Что-то Попытался Сделать Ликон Может быть Что-нибудь Доизменилось Какой-то Все же Есть Брак В действиях Обеих Команд Вот Как-то Сильно Спокойно Сильно Задумчиво Они играют Не знаю Почему Я знаю Что они То бишь Команды Из Китая Привыкли Не фейлить Не допускать Ошибок Как таковых Именно Играют Они стараются Играть Без брака Это Это Именно То На Что Китайские Команды Способны И что Любят Делать Ну Пока что Брак Так же Имеется И очень Уверенно С первых Минут Выглядит ДК Почему Потому что 3-0 Счет Три топовых Крипстата Так же У них По баблу Тоже Есть у них Двушка Почти Перевеса На шестой Такой ранней Минуте Посмотрите Не знаю Зачем напричал Здесь На квапу ДДС Видимо Было Готово Квапа Уже Блинкаться Но В любом Случае Потратив Ульт Он Сделал Кил Открывает Он Счет Для Своей Команды Кстати На секунду Я взглянул На пенанты Я понимаю Что Какие бы Именитые Титулованные Эти команды Не были Пенантов У них На них Приобретено Довольно таки Мало Да уж Ну что 8 минут игры Один Тресчет Все тоже Лидерство За ДК По крипам По Экспе Почти В ноль По голде Тоже Вытащили В тысячу Благодаря тому Что Чуть-чуть Подфармили И сделали Кил Но Также Хочу понять Как дела Обстоят У Ликона Которому Усиленно Мешали Гоняли Его А дела У Ликона Обстоят Так Что ему Не хватает 300 голды До Владмира И тогда Дела Пойдут Совсем По другому Вообще Конечно Я удивлен Наличем Этого Топорика Как такового Потому что Ну Каждый Грает По разному Кто-то Покупает Ликону Топорик В лес Кто-то Ликону В лес Топорик Не покупает В общем Абсолютно Все будет По разному Кто-то Покупает Наоборот Щиток Я думаю Это не принципиально Просто забавно Посмотреть на этот аспект Ну и что-то Ксяо Пока что Проигрывает Бернингу Мид Я вам так Честно признаюсь 44 на 20 У Бернинга В то время Как 26 на 8 У Ксяо И Ну Капитан Капитан Урозни Я хочу вам Признаться На секундочку Вот одну ботлу Ботлу Предлагает Силаберу Такой Ох Силаберу Конечно Ликонтроп Такой Себе что ли Четкий Кимплей Или я даже Не знаю Как это назвать Что это вообще Подлечил Немножечко Своей бутылочкой Ликона Да Забавно Забавно Это все смотрится Тонкие Моменты Китайские Нашифровки Но Главное Посмотрите Только шторм ушел Сразу же Ликонтроп Стянулся На мид Немножко Получить Экстра Экспириенс Ну там Тоже Денег Не отдать Вообще Чувствуется Чувствуется Абсолютно Чувствуется Класс Обеих Команд Здесь Хотя Тоже Не без Брака Немного Меньше Агрессии Четыре Пресловутых Кила за Десять Минут Но Ребята Это Классика Жанра Это Сильнейшие Команды Наверное В принципе Из возможных Ну Относительно Да Конечно Всегда Можно Всегда Можно Спорить Всегда Можно На этот Счет Что-то Что-то Противостоять Не соглашаться Но Шадоу Демон Он только что Сделал Еще Один Килл Вот Здесь С Пацанами На Инвокере Понятное Дело Как это Было Проделано С Такой Триплой Не делать Килл Было бы Прям Вообще Несправедливо Один Четыре Счет Один Четыре Счет В нашем Матче На Десят С Копейками Минуте И Я Вот Не знаю Не говорю Не особо люблю Прогнозов Не особо люблю Какой-то Такой Глубок Этих Плюс IG Одна Из Команд Будет В Гранд Финале С вероятностью Девяносто Процентов Это Лично Мое Представление То есть Кто бы Там Не говорил Что Весь Топ Три Займут Китайцы Что Там То С Пято Десято Но Я Уверен Что Одна Из Этих Трех Китайских Команд Окажется В Гранд Финале Турнира Если Не Больше Потому Что Ребятам Сейчас Отыграют Этот Турнир Вот Эти Все Гранды И Поверьте Мне Абсолютно Весь Китай Пересеет На Дота 2 Если Сейчас Где Там Я уверен Куча Китайских Подростков Играют Какие Нибудь Паблики В первую Доту Каких Нибудь Там Лан Кафе В Каком Нибудь Пекине То Теперь Во вторую Доту Будут Играть Абсолютно Все Очень Грамотный Конечно Ход Со всех Сторон Ну А если Вернемся В нашу Игру То Опять Ж Увидим Здесь 1-4 Счет Практически На 13 Минуте И Все Те 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 Лидирующих Крипстата У Парней Из ДК Вот Сейчас Только Немножко Ликон Подвинул К вапу Но Это Так Непринципиально И Посмотрите Выезжают За Ликоном Ликоном Могут Проблемы У Ликона Нет Сапог Есть Сапоги У Шадоу Демона Прячут Ликона Станет Лишрака Но Тут Как Тут Сразу На Перехват LGT Молодцы Как Играть Не знаю Зачем Далеко Полетел Ксяо Не поддержит Здесь его Никто Вряд ли Он убьет Здесь Соло Лишрака Нет Да Убивает Лишрака Потому что Здесь ему Помогли Инвокер Там ему Немного Помогал Приходит Сюда Брюмастер Брюмастер Разложился Большие Проблемы У Ксяо Ксяо Улетает Каким-то Чудом Завязав Стик Но все равно Будут его Стараться Пробить Он еще Чуть Улетает Браво Хорошо Играет Ксяо Не теряет Возможности Выжить И посмотрите Инвокер Тут Как Тут И боже мой Какую Дерзкую Ошибку Совершает Супер И он Рассыпается И друзья мои С счета 1-4 Сейчас 4-5 Просто 1-3 Сейчас LGD Намошнили Себе Файт И вот так Вот Самое время Показывают Зубки Прочитали Они Эту драку Здесь Втроем В узком Проходе Нас не победить Вышли Они Из коридора Тем временем Клопа Пробревает Веника Прямо Таки Практически На базе Но Аморф Не теряя Возможности На миде Забирает Тавр 4-6 Счет Немножко Дикей Получили Свой килл Ну и Опять Восстанавливается У нас Ситуация Которая Была Немногим Ранее По киллам Да Конечно Конечно Да Конечно Жесть И влетает Шторм Влетает Шторм Практически На флоренш За Лешраком Что будет делать Здесь Лешрак Лешрака Нет шанса Здесь выжить Ждешь Визжить Нейшаш Ушика Ишак Отрежает Но посмотрите Появляется Еще и Рор У Биста И Бист Может Вот что-то Применить Но нет Я не знаю Куда там В соло Полез Берни Но о чем Он вообще Думал Когда лес Ну Довольно Сильно Перекачан У него Всего лишь Тысяча ХП В принципе Максимально Но Также Хочу Не потерять Возможности Увидеть Как будет действовать Ликан Что будет собирать Дальше Опаньки Минус Веник Разменю Вот Соник Вейв На килл У нас Квапа И это Есть хорошо 5-7 Станутся Счет Так вот Владмир Имеется У Ликана Но Ликан Не спешит Забирать Рошана Как будто бы Он чувствует Что рано Либо что Его спалят Либо просто Даже не ожидает Того Что там Как такового Нетварда Вообще На этом Рошане Ну и еще Что больше Меня смущает Это вот Это вот Сейджмаск Я так подозреваю Что это Именно закупка На медальку Именно только После того Как появится Медалька У Ликана Именно только Тогда он Пойдет драться Ну а здесь На ботами Большие проблемы У Шадоу Демона Хоть и подходит Сюда Лонг Диди У Шадоу Демона Нет шансов Здесь выжить Но подходит Сюда Брю Мастер Посмотрите Могут быть проблемы Инвокер заряжает Торнадо 6-7 Стал счет У нас В этом моменте Ну да Этот присущий Азиатский Стиль Который Чувствуется Прямо Какие выверены Их действия То есть Не на обум Не на шару Не на халяву А именно Прям вот С пониманием Я не знаю Как будто там На доске Кто-то пишет И после этого Только делают Эти действия Ребята Ну а у Брю Мастера Появился кстати Даггер Брю Мастер Не теряя возможности Влетает на Виномайсера И делают ребята Килл Ну а вот Видите Даггер появился А Даггеры не знают Виномайсер отъезжает Такой вот Принцип действия Хотя все равно Есть брак у этих парней Но вот Вот он Легендарный Бернинг Сотня крипов На 15 минуте Более чем Достойный результат И наконец-то Я вижу Не Этериал Наконец-то Это Стабильный Спокойный Классический Персеверанс С полноценным Намеком На Линкенсферу От Опытнейшего И Имениннейшего Капитана Команды ДК Конечно же Бернинга Тем временем Ликантроп Забревает у нас Квапу Квапа Слегка Так скажем Загуляла Ее похоронили При помощи Инвокера Ну и Забрели еще и Тавер Такой Небольшой Микро Моментик Микро Поворотик Можно так сказать Да В активы ЛГД Их заслуга В этом Абсолютно Конечно Имеется Какая-то там Определенная Ну вот Куда-то Отправляются Отправляются Драться Чувствуют Что можно Драться ДК Я так понимаю Почему Потому что Брюмастер Даггер Брюмастер Ульт И нужно Создавать Моменты Вот сейчас За этим Инвокером Возможно Полезут Но Инвокера Форсстав Чуть ли не Первым Атомом После Фейсбутс Так что Убивать его Тоже будет Не сильно Просто Ну поглядим Как будет Действовать Ребята Да уж И могли бы Быть здесь Проблемы У Зипа Кстати Вот это Был только что Неудачный Ганг Я так понял Инвокера Потому что Брюмастер Там что-то Влетел Что-то Разложился И Килл Сделать Все равно Не сделали Ну а здесь Погоня За Штормом У Шторма Снова Нет Мана И какой-то Ксяо Неудачный Я не знаю Что-то Ксяо Сегодня Лажает Вот Я конечно Давно Не видел Его игру В принципе Но вот Он Просто Взял И сдох Queen of Pain Делает Дабл Килл Умирает Еще и Бисмастер И 7-10 ДК Так себе Планомерно Постепенно Завладевают Преимуществом Голдуни Выпускают Из своих рук Но Опыт конечно Педалит Лево-вправо Потому что Меняются Ребята Как-никак Фрагами Да Сумасшедшие Сумасшедшие Китайские бойцы LGD ДК Приятно Посмотреть На игру Без Лагов Лагов Этих Ребят Напомню Нет Они играют На локальных Серверах В Сиэтле Так что Самоинтересно Что очень Стабильные Сервера Ни одного Спайка У меня до сих пор Не было При том Серваки Какие-то там Внутренние Специальные Что-то В таком духе У меня не было Ни одного Лага За Кучу Просто Игр Просто Кучу Игр Я напоминаю Что это Предпоследний Матч Четвертая Игра С конца Отъезжает Шторм Внезапно Берн Делает Этот килл В соло Я не знаю Что такое Что такое С Ксяуэ Капитаном LGD Но он Почему-то Лагает Лагает Лажает Конечно же Мало того Морф еще Забирает и Тавер И вы знаете Я сомневаюсь Что Бернинг Отпустит Эту игру Ну Конечно Не буду говорить Гоп Пока не Перепрыгнем Но Как-то Сверх Настроенный Сверх Мотивированный Здесь ДК Другой стороны Есть Ликон Который Становится Очень сильным Где-то Как раз Таки На 25 Плюс Минуть Когда у него Что-то Появляется Посмотрите Проблемы Здесь у Яо Узанул У него Ульт Шадоу Демон И отъезжает Яо Каких-то Все-таки Брака Намного Больше Именно У LGD Я не знаю Как это Возможно Но Это Так Еще раз Всем тем Кто Недавно Присоединился Напоминаю С вами Матрикс И мы Смотрим Потрясающую Игру ДК Против LGD Просто Таки Классика Знаете Как будто Марафон Смотреть Как будто Смотреть Марафон На олимпиаде Они там Бегут Несколько часов Там Ничего такого Не происходит Тем не менее Это красиво То же самое И здесь Хотя Как сказать Ничего не происходит Если 19 кило За 19 минут Ну за 20 минут Да Все равно Это для китайцев Очень много Очень Может быть Это годовой запас Их Я не знаю Может быть Да Может быть Нет Конечно Это все фан И да В минуте На 17 У Бернинга Появилась Линка Помимо этого А есть у него Еще бабло На Лакрити Ой Сбили ему Телепорт Немножко Самоуверенно Сыграл Здесь Бернинг Так вот Есть у него Уже бабло На Лакрити А это значит Что буквально Через 700 голды Будет Яша И еще через 2.5 манта В минуте На 24 И вот тогда Уже начнется Более серьезный разговор Под ушем С командой LGD Ну а у LGD Надежда лишь одна На Ликантропа Который Честно мне признаться Я не знаю Че делает Что он делает Что-то неочевидное Он не пытался Даже забирать Рошана Может быть Настолько все Уверены у китайской Команды Что им просто Не дадут Это сделать Он не собрал Медальку Для этого самого Рошана Он копит бабло У него Их 2.900 Может быть Он сейчас просто Возьмет Одним кликом Купить Не кричи Ну Что-то такое Нелогичное Делает Ликан В общем Не похож На типичного Европейского Ликантропа Который ведет За собой Свою команду Постоянно старается Где-то Залезть Подраться А может быть Да Это Затруднения Вызывает У меня Ага Затруднений Никаких нет Только я так и не помню Где он нашел Столько бабок Если 3.900 стоит У него было 2.900 У него реально Может он тару Так что забрил Ну короче БКБ уже имеется У Ликантропа Это тот самый Классический Ликан Которого мы Очень давно Не видели Квапа Лезет дальше Квапа Квапа понимает Квапа понимает Что сейчас будет Квапы Нет Такие варианты Не проходят Я не знаю Даже я Пабер Знаю что Квапа этого Ликана Здесь Этого прокаста Не забревала Зачем это было сделано Я не понимаю Что это Может быть Не знаю Короче Чуть Какое вообще Решение Короче Бред Да 9-12 счет 22 минута игры И отправляться За очередным тавером Ребята Из LGD Они конечно Не расслабляются Они Серьезно Как никогда Торнадо Забирают Тауэр инвокер И Бернинга Разводят Как Какого-то Найкса Просто Не дают ему Абсолютно Ничего сделать Тем временем Шторм Подобрал себе В бутылочку Хаст Прилетают Возможно Просто Расходиться Нужно Расходиться Но хотят Штрафануть Здесь на Отходах ДК Своих Оппонентов Ну вот Все Передумали И просто Развернулись И ушли У Ш Л И Подобрал Инвиз У нас Шторм Такая себе Относительно Спокойная Игра И На моей Обещанной 24-м Минуте Марфа Пока нет Конечно Манты Но совсем Скоро Будут Торнадо ЕМП От Инвокера И опять Ни по кому Не попадает Потому что Моментально Два Блинка И все Брюмастера Блинк Даггер У Куапы Блинк Так что Пока что Не судьба Вот Такая Небольшая Перетяжка Что Не то что Перетяжка Погоня Импровизированная Ну Ликон Кстати Продолжает Свой фарм И Право Сказать Денег У него Немало Абсолютно 9-12 Счет Еще раз Напомню 25 минут Игры у нас Прошло Практически 1 килл В минуту ЛГД Против ДК Игра Под номером 1 Вот Ну а сейчас Перейдем Свой взор На Шторма И поймем Что видимо Это какой-то Мировой тренд Собирать Нынче Арчит Шторму Потому что Уже Вот в какой Игре Каждый Заюзанный Шторм Собирает Именно этот Самый Айтем Ну не Арчит А оркит Наверное Наверное Будет так Правильнее Сказать Вот Да Этот Морф Несет себе Уже Манту И Можно на самом деле Драться Но никто не спешит Драться Абсолютно Для меня непонятно Влетает сюда Брюмастер И Вынужден был Юзать Ликон Шейпшифт Для того чтобы Убежать Отсюда И Не умереть Но Шейпшифт Кулдаун Небольшой Хотя С другой стороны Всего лишь За стоимость Маны На даггер И клэп Брюмастер Был вынужден Заюзать Не брюмастер А из-за брюмастера Ликон был вынужден Заюзать Пульт Ну что А теперь глянем На нашу квапу Да И поймем что у нее Практически уже есть Хекс Ну опять же 26 минута Это не такой критичный Показатель Прям чтобы То есть это Обычный Станк Стандартный Немного поздний Хекс Ну Все равно Все равно Честно признаться Честно признаться Нормально Опаньки Куда-то там залез Ксяо Ксяо еще не понимает Что он залез И что сейчас будет Битва драка Но по прежнему Все живы Зип ЛОХП Уходит шторм За штормом Сейчас будет блинкаться Квапа Нужно лететь еще чуть дальше Чтобы Квапа сейчас Не отдала Ааа Все опять Ксяо приезжает Да что ж ты такое Капитан команды ЛГД допускает ошибку В очередной раз 9-13 становится счет ДК уверена Впереди Реально я не ожидал От них Того что в этом матче Они будут Лидировать Но опять же Еще не все Еще не вечер Есть еще Ликантроп Который Может Может Зажарить оппонентов Тем более Кираса Я так понимаю К нему уже прилетела Вот сейчас посмотрим Нет Не Кираса Ладно Сейчас разберемся Мы с Айтомами Давайте посмотрим Что по голде Плюс 2.5 По прежнему ДК По крипам 225 Крипов на 27 минуте Блин Ух уж этот Бернинг Капитан Команды ДК Ну и двойка Смотрите сюда Такой вот прокастик На Верочку дал Для того чтобы Ребята уже Призадумались Идти ли нам пушить Тауэр Или не идти нам Пушить тауэр Ну Посмотрите У меня такое ощущение Что им абсолютно пофигу Они идут ломать Этот тауэр И даже То что у них нет маны Не дает возможности Баковать команде ЛГД Там что-то лезть Сдраться Абсолютно Абсолютно Но На самом деле я говорю У меня мечта одна Касательно этой игры Чтобы в ней не было 90 минут Но пока что Вот уже на 28 минуте игры Достаточное количество Киллов Но никто не лезет На рожон Никто не спешит Убивать Т3 Тауэр И вместе с ним Бараки Я не знаю Просто китайцы Такие ребята Китайские команды Что они Никогда не будут рисковать Они будут До конца До конца Будут ждать Пока не поймут Что уже все Можно идти через атаку Сносить Зачастую Все происходит Именно так Посмотрим Что у нас с Рошаном Рошан Да Рошана Три с копейками Четыре минуты Практически Напомню Что Вот морф до сих пор Не терял Аегис У морфа Куча бабок У него манта Линка Аегис И Я думаю Следующим айтемом Станет Скорее всего Скади Которое он себе Сделает буквально За ближайшие минут 7 Потому что у него Уже есть на орб И Да Это орб И это Экспансия В сторону Скади Я надеюсь Это не будет Хекс на морфе Потому что Я пересматриваю Свои взгляды На современную доту Ну Думаю Не видели мы Еще в таких Серьезных играх Морфа С хексом Так Смотрите Под смоком ДК делают Куда-то вылазку Хотят они Кого-то На халяву Убить И думаю Что этим кем-то На халяву Скорее всего Станет сейчас Виномастер Которого вряд ли Будут здесь Защищать Обратите внимание Все 5 героев Команды ДК Находятся сейчас Вот здесь Вот второго тавра Хекс Прокаст И несмотря на Торнадо ЕМП Очень быстро Разобревает С виномастера Единственное Я так и не понял Зачем Завязал свой Ульт Брюмастер Морф забрал Там тавр Под шумок Вот Брюмастер Как-то играет Так вот Сильно самоуверенно Хотя посмотрите Не зря он завязал Зацепили Брюмастера Умирают Акаши Тем временем Бернинг Сейчас будет Чикать Этого Биста Но убить Они его не убили И немножечко Сумбура У нас здесь Произошло Мега килл Тем временем Набивает Ликантроп Делает он Один килл Второй Инвокер Убивает Лишрака В свою очередь И посмотрите Не все так плохо У ЛГД Они как-то распетлялись Из этой ситуации И стоит конечно призадуматься ДК Над своей агрессией Потому что Ну да Убил ты Виномайцера Убил ты Т2 Тавер Ну вот реально Уже раскладываться На пустом месте Ультой Брюмастера И бежать Куда-то там Перетягиваться На мид Под третий Т3 Тавер В надежде Что-то там Сделать Мне кажется Это уже было Немного лишним Совсем капельку Ну что Посмотрим на эти Педали Из голды Сумасшедшие Волны Просто происходят По эксп Немножечко Все проще Но тоже Тоже довольно Серьезные волны Киллы 7-3 Лидер Квапа 19-й левел Конечно же Морф Также эксп Каранголд Неинтересно На этот вопрос Такое И ГПМ Тоже понятно Очевидно Чей И у кого Кирас Тем временем Появилась У Ликантропа Ликантроп Хочу отметить Мы видим Какой Совершенно не такой Как принято Практиковать В европейской Доте Хотя почему-то Европейского Ликантропа Изначально Называли Китайским С этими Всякими Там Некрачами И прочими Гадостями Здесь все четко Стандартно Стабильно Так как всегда Было БКБ Ну как бы Владмир Пауэртретс БКБ Кираса И сейчас Вот какие-нибудь Ну вот сейчас Посмотрим Силара будут пытаться Забрать Напомню У него Имеется Стрик И у него Нет Аегиса Он включает БКБ Шайпшифт И убегает За ним тут Погоня Будет Не будет Будет Конечно За ним Будет Погоня Но Вот этого Ликантропа Вряд ли Догнать Особенно Если у тебя Или догнать Догнать Лол Такое ощущение Было Что вот-вот Сейчас Миснет Квопа Своим Соник Вейвом Потому что Мы знаем Иногда Такое Случается На большом МС Когда от тебя Убегает Кто-то С большим МС Забрали Все-таки Стрик Не зря Выезжали Ребята За Ликантропом Ну Штрафуют Друг друга По чуть-чуть За ошибки Обе Команды Я еще раз Напомню Что Лично По моим Соображениям Вот Эти две Китайские команды LGD И DK Плюсуем к ним Еще и IG И я думаю Что В топ-3 Будет Ну Одна-две Команды Из этих Точно Потому что Они очень Крутые Серьезные Посмотрите Влетает сюда Бремастер Успевает Разложиться В ульт До ЕМП И неужели Собрались И заканчивать ДК Тут какой-то сумбур Просто творится Ультит Виномансер Влетает Шторм Шторм Стягивает Квапу Квапа Квапа Здесь отъезжает Умирает Еще и шторм Ай Как забрили Беста Как играет ДК Что творит ДК Два байбека Моментальных Правда Один От Квапы Другой От Беста Соответственно Из разных Команд Ребята Но нету Уже Топ-лайна У LGD И будут пытаться На развороте Штрафовать Ребята из ДК Ребята из LGD Соответственно Инвокер Инвокер понял Что что-то делает Он не так Но могут быть Здесь проблемы У Бернинга Бернинг перекачивается Сбивает ему Стрик Боже мой Даблкил делает Ликан И заканчивает он Unstoppable Стрик Марфа Да Я не знаю О чем Были мои слова Про какую-то Выверенную игру Сейчас мы видим Какую-то долю Игры Ну если не на авось То приблизительно С этими Тремя байбеками С этой чередой Разменов 15-18 Счет на 33 Минуте игры Еще раз напомню LGD против ДК Смотрим Голда Как наша голда 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 Плюс 4 Еще раз напомню Что это Предпоследний матч На сегодня Ну как предпоследний Четвертая с конца Игра Игра под номером 1 LGD Против ДК Потом будет игра Под номером 2 LGD Против ДК Ну и у меня Последний матч Будет на сегодня Комплексити Против IG Еще одной Очень сильной Китайской командой Так что Осталось буквально Немного Друзья Часа 4 И наш эфир Закончится Ну а здесь у нас Пошел файт Мне кажется Сейчас Ликон Здесь всех загрызет Ликон убивает Одного Ликон убивает Второго Череда Разменов Умер еще и Шторм Здесь Проблема у Бернинга Бернинг Умирает Бернинг Неужели LGD способны С помощью такого Ликонтропа Вытащить эту игру Ну точнее Как бы они Соответственно Способны С помощью такого Ликонтропа Но Меня больше удивляет То что Морф Который так Четко шел Совершает сейчас Ну не то что Совершает столько ошибок В общем Все хорошо делает LGD Поэтому Морф Уже в очередном Замесе отъезжает Уже второй или третий раз К ряду Хотя Согласитесь Вот такой вот Набор айтемов У Морфа Это такая серьезная Заявочка И мне было бы Интересно узнать Что сейчас В голове У ДК Потому что Лидирование Они довольно серьезно А вот сейчас Совершают ошибки И Эти ошибки Могут им стоить игры Да Смотрите LGD Пошли Тоже Типа Заканчивать Влетает сюда Брюмастер С Даггера Брюмастер Раскладывается Брюмастер И надо давить Сейчас на развороте Команду LGD Сразу юзается Там Мека Брюмастер Что-то Переборщил Нет поддержки Никакой Абсолютно Прибегает только Сейчас лишь Рак Улетит сюда Виномансер Падает Тавер На меде Соник Вейв По-прежнему Все живы Что вообще За битва Драка Я не понимаю Начинает грыз Всех Ликантроп Ликантроп Понял что Бегать Нерезонно Убью-ка Я Барак Нет Я Барак Не убил Я буду убегать Я не хочу Ничего решать Я хочу убегать Проблема Уинвокера Уинвокер Умирает Умирает Здесь еще И Бестмастер И Какая Здесь Просто Мозгодробильная Игра Умрет Здесь Виномансер Который Суицидился Почему-то На Барак Барак Этот Остался Цел 19-22 Счет Опять ДК Немножечко Выходит В плюс И в ноль Выходит Голда Куча Микрокомбеков И они Просто Убивают Мой мозг Мне Кстати Откровенно Интересно Какой Сейчас Еще один Байбэк Танеж Стебутся Зачем Тут Байбэк Никто Ж не Идет Пушить Ну Какая-то Своя Логика Какое-то Своё Понимание Будет Следующим У Нашего Ликантропа На котором Еще раз Напомню Уграет LGD Силар Потому что Есть у него Егисис У него Куча бабла И посмотрите Тоже на этого Пацана Я не знаю Он просто Включил Ульт Просто побежать Куда-то Быстро Что это? Не понимаю Странные Какие-то Веселые Китайские Ребята Ладно Давайте Проклацаем Айтем И посмотрим Что у кого Имеется Шторм Скоро Будет БКБ Оркит Уже Есть Ну Нормально Хоть что-то У него Появилось Потому что Начало Игры Он Конечно Довольно Сильно Слил Ликан У Ликана На Ликана Мы в принципе Смотрим Пол игры Понятное дело Что у него Имеются Какие-то Серьезные Айтем В активе Китайский Бестмастер С Мекой Где-то Мы это Уже Видели И Виномайнсер С медалькой Такой себе Фулл Суппорт Ну вот Инвокер Имеет Какие-то Определенно Там Нужные Айтемы Понятное Дело Это Форстаф И Хекс Черед Команды ДК Морф Уже Есть У него Скади Но Нет У него Байбека И Умирать Для него В общем Если он умрет Будет Очень плохо Потому что В этот же миг Команда ЛГД пойдет И просто Закончит игру Шадоу Демон Такой себе Суппорт С Меками Урнами Аркантапками Тоже нормально Квапа Не густо Но Хекс есть Программа Минимум Выполнена Брюмастер Даггер Аганим Тоже пойдет Еще раз Загляну Голду Голда у нас В ноль И что Пойдет у нас Сейчас драка Ликантроп Цепляют Ликантроп Ликантроп БКБ На развороте Ликантроп Побежал Кого-то грыз Ликантроп Никого не может Зацепить Ну вот Наконец-то Первый Первый минус Умирает Здесь Шадоу Демон И мне кажется Собираются Ретироваться Отсюда Ребята из ЛГД Один килл Сделали И уже хорошо Вот по такой схеме Играют Китайские команды Называются Это Бей Беги 20 на 22 Тем временем Счет на 39 минуте игры У нас Ну и ДК Поняли Что ловить им Здесь Ну не то Чтобы нечего Есть конечно Че Но лучше Отойти А не драться 4 на 5 Я думаю Что многое Будет зависеть В этой игре Еще от Следующего Рошана Хотя Если сейчас ЛГД Каким-то образом На вот этой Вот Волне Суперудачно Подерутся Может быть И до Рошана Закончат Потому что Ну вот это Вот это Вот Так Заходит Пешком У нас Силар Силар Просто Суицидится На барак Убили сторону Цепляют Квапу Умирает Квапа Умирает Брюмастер Моментальный Байбэк От Брюмастера Проблема Виномастера Виномастер Там может Умереть Убили Морфлинга Ооо ЛГД Как играет ЛГД И что Могут быть Проблемы у Лешего Леш включил Глазскепитер Леш Леш В погоне За Лешем Хорошую череду Минусов Сделали ЛГД Убили Мид Причем Вы знаете Мне так вот Это нравится Китайская Безалаберность Он просто Включает Лежит Гем Вот Им гем Тоже Типа Не нужен Ну да Конечно же Почему Бистмастер Своим кабаном Его не убить Взял И убил Спокойно Зачем Вот зачем Кому-то Из пятерых Героев В принципе Бить гем Или подбирать Его Я просто Возьму И убью Кабаном Так вот Мне эта Китайская Безалаберность Очень сильно Нравится Почему Потому что Стоит 5 на 5 Тусовка 5 на 5 Стоит Тусовка Внимание Вот здесь Вот просто Вот так вот Ликон Включает БКБ Включает Шейпшифт Понимает Что ему Срать Вообще На окружающих Бежит Ломает Барак Потом Смотрит Понимает Что он Еще Может Подраться Делает Два Быстрых Минуса Команда Запинали Еще Третьего И типа Вот Не понимаю В общем Его мув Мне был бы Понятен Если бы Это было Супер критично И кроме Барака Убитого Они сделать Ничего Не могли Но так как У них Было большое Ну как бы У них в принципе Имеется нормально Такое преимущество Достаточно Количества Айтемов Я не знаю Почему там Не было Почему они Не захотели Тупо Плотно Подраться На максимальное Количество Минусов Вот такая Своя Интересная Логика Прилукли Мы немножко К другому Европейскому Дотам Мышлению Когда Суицидят Бараки Когда это Супер критично Супер радикально И очень сильно Нужно Ну вот Такие вот Интересные Ребята Из поднебесной LGD Опять С целой Своей бандой Под смоком Идет Классика Китайского Жанра Ребята Под смоком Ставят Обсвард Находят Здесь Лешего Лешрак Конечно Приехал На фулл рейндж Влетает Шторм Шторм Стягивает Квапу Огромнейшая Проблема у Квапы Квапа умирает Это Два быстрых Минуса Но я так понимаю Что там был Байбэк Или нет Лешрака еще не убили Вот он Второй минус Как там так долго Жил Лешрак Тоже Хоть убейте Я не пойму 25-23 Становится счет И Внимание Что сделает Нормальная Европейская команда Сделает два минуса Правильно Пойдет Вот сюда А что сделает Нормальная Китайская команда Правильно Пойдет Фармить Лайн Пойдет Фармить Крипов Пойдет Ждать Рошана В общем Классные пацаны Нет Я ничего против Не имею Китайская команда Это эталон Это те команды Которые Вот просто Не то что на них Стоит равняться Но они по любому Будут в топе И на этом турнире И вообще Всегда Но просто Меня забавляет Вот этот вот Какой-то такой Интересный стиль Нет Понятно Я перегнул Рисуя вот здесь стрелку Потому что стоял Вот этот вот Тауру Ну по крайней мере Можно было Какое-то там Делать забегание Кого-то где-то искать Убивать Такие дела Голда Вырвались в плюс У нас впервые За игру Ребята Из LGD Вот так вот Ну и плюс 13 По XP Да Башер Я вот долго думал Будет ли это Тараска Либо это будет Башер Следующим Аэтомом Ликона Решил он Решил он Что выживаемости Его хватает Учитывая В наличии БКБ Кираса И Аегис Так что без проблем А вот если Был бы Какая-нибудь Другой Такой ситуация Момент И ему Нужно было Прям Супер Супер Там Выживать Какого-то Каста Возможно Была бы Тараска Ну что Хочу еще раз Вглянуть на Бернинг И как обстоят У него дела Ничего особо Нового Не появилось 1200 голды Как и была Так и имеется Ну и Понятное дело Что Следующая точка Опоры В данной Игре Это конечно же Рошан Которого будут Ждать обе команды Обе команды Будут ждать Рошана Здесь В очередной Раз на всякий Случай Прокладцу Айтемы Поймем На минутку Что Мистик Став Отделяет Шторма От Хикса У Ликона 4800 Правильно Нормального Ровного Пацана Всегда есть На 2 байбэка Даже если На 2 байбэк Будет Кулдаун Но это Такое Знаете На всякий случай Бист Пайп Мека 2400 Тоже Нормальному Трубисту Нужен Байбэк Это Понятное Дело Зачем ему Какой-то Там Полезный Айтем Это же Тот герой С которым Не отобьются От базы Виномайсер Ну Вином тут Понятно Не густо Ну И у Ну Унокера Тоже В принципе Понятно Как обстоят дела Ну Хороший тайминг ЛГД на Рошана И Видим Такую вот Надпись Силар Приобрел себе Абисал Блэйд Причем На байбэк У него Сейчас Я так Понимаю Нету Если Его убьют Дважды А у него Еще закончился Аегис То Можно там Будет Доиграться Хотя Вы знаете Сейчас Если они Забирают Вот этого Третьего Рошана В котором Уже Есть сыр Но Пока Пока Еще Нету Биг Мака Кока Колы То У него Будет Бабло На Байбэк После Смерти Даже Второй Или Какой Да Я не знаю Стоят До упора Ждут Ребята Стоят Девчонки Юбки По колено Почему Не пойти И не побить Этого Третьего Рошана Но они Просто Понимают Что их Будут Ловить Хотят Видимо Занять Более Выгодную Позицию А здесь Уже ДК Под Смоком И Кто Кого Перемудрит Кто Кого Перехитрит И Почему ЛГД Тоже Под Смоком И Они Приняли Мудрое Решение Убегать Или Догонять Пока Непонятно Чем Это Все Закончится И чем Занимаются Обе Команды Здесь Есть Сентривард Ага Видят Клопу Видят Клопу Сразу Хекс Все Что На нее Сразу Можно Это Минус Клопа Очень Быстро Сразу Разрывает Еще На куски Шаттл Демона 1 в 1 Разменялись Ребята Берлинг Убегает Так Какой 1 в 1 2 в 0 Вот так Вот И Брюмастер Тоже умирает 3 в 0 3 в 0 Разменялись ЛГД Ну я думаю Можно Ити Ломать Трон Просто Пора Пора Пацаны Даю добро На взлет Нужно Ити Ломать Трон А как Как у нас там дела По байбекам А по байбекам Дела у нас Так себе Берлинг Конечно живой Берлинг Будет пытаться Что-то здесь сделать Но Ликантроп Делает свое Грязное дело И пилят Ребята Трон Правда Будет сейчас Берлинг Что-то пытаться Сделать Если умирает Берлинг Это беда И байбека У него нету Это ГГ ЛГД Выигрывает Практически Проигранную В начале Игру Браво ЛГД 1 в 0 29 на 23 Ну и Всем скоро Мы Посмотрим Игру Под номером 2